Валентная связь. После открытия электрона стало возможным развитие теории химической связи. В 1916 году Льюис предложил теорию валентности, которая до сих пор лежит в основе представлений о химической связи. Согласно его представлениям, химическую связь осуществляет пара электронов, возникающие в результате взаимодействия валентных электронов при сближении атомов. Теоретические воззрения Льюиса были подтверждены в 1927 году на примере молекулы водорода. Два ядра в этой молекуле достаточно прочно удерживаются на расстоянии около 0,0074 нанометра. Оба электрона очень быстро движется в области пространства, окружающим два ядра, образуя единое электронное облако. Электронная пара, принадлежащая одновременно двум ядрам, образует химическую связь между атомами водорода. Такую связь называют ковалентной. Связи, подобные той, что существует в молекуле водорода, встречается относительно редко, поскольку число простых веществ с ковалентной связью ограничено. В большинстве ковалентных соединений наблюдается смещение электронной плотности в сторону одного из ядер. Сила притяжения общих электронных пар к тому или иному атому обусловлена свойством атомов, которое получило название электроотрицательность. Сравните ковалентную связь в молекуле водорода и хлороводорода. В первой молекуле электронная плотность распределена равномерно. Во второй смещена в сторону более электроотрицательного атома, поэтому на нем появляется частичный отрицательный заряд. По этому признаку ковалентную связь распределяют на неполярную и полярную. Чем больше разность электроотрицательности связанных атомов, тем больше заряды возникающие на них, тем полярнее связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова